Я бы хотел поделиться своим видением на форекс рынок в целом и то, что сейчас с ним происходит и как он трансформируется. Я думаю, это будет интересно прежде всего тем, кто планирует запустить своего форекс-брокера. Это будет интересно тем, кто уже в форекс-бизнесе давно и думает, как расширить свои горизонты, как открыть какие-то новые маркеты, новые рынки для себя, и как в целом увеличить количество клиентов. Начнем с того, что форекс-рынок существует уже достаточно давно. Я бы сказал, что он существует уже 30 лет, может быть больше в том или ином виде, но такое массовое принятие форекса началось 20 лет назад. И 20 лет назад появились первые торговые терминалы именно для онлайн-трейдинга. И все текущие большие брокеры, которых вы знаете на рынке, они все начинали вот именно в те 2000-е годы. Много с тех пор воды утекло. И, например, крипторынок сейчас, он очень сильно похож на форекс-рынок 20 лет назад. То есть я бы сказал, что история повторяется. И если вы посмотрите на рынок в целом, вы можете заметить вот эти сходства. Ну, например, возьмем точку зрения регуляции. И если 20 лет назад про форекс-регуляцию мало кто говорил, мало кто знал, и мало вообще юрисдикций было, которые были готовы регулировать данный финансовый инструмент, потому что это было что-то новое, и сами регуляторы еще не в целом понимали, как это работает. То сейчас, спустя 20 лет, с каждым днем все сложнее и сложнее с точки зрения юридической, с точки зрения юридических аспектов запускать финансовый бизнес. Потому что регуляция в целом очень сильно ужесточилась по сравнению с тем, что было 20 лет назад. И мы видим последние 5 лет тренд набирает обороты, и регуляторы всех стран стараются все больше и больше закрутить гайки и пресечь какие-то мошеннические схемы на рынке форекс. Соответственно, вы можете посмотреть, например, на такие ведущие юрисдикции, как Америка, Япония, там где Канада, там где Форекс. Например, в Америке Форекс настолько сильно закрутили гайки, что американские форекс-брокеры фактически не могут полноценно функционировать. То есть, урезали плечо очень сильно, увеличили норматив достаточности капитала практически до 20 миллионов долларов. Регуляторы разобрались в рынке настолько, что понимают, что такое проскальзывание, что такое плохое котирование, что такое плохое исполнение. И фактически это вносит как бы свою лепту на рынок в целом. Но, конечно же, все это делается не зря, все это сделается как бы с тем условием, что количество финансовых компаний, количество форекс-брокеры достигло сейчас своего апогея. И на текущий момент, по лично моей оценке на рынке, как минимум три тысячи форекс-брокеров. Как минимум три тысячи. Из них, я думаю, порядка тысячи форекс-брокеров оперируют на азиатском рынке, на европейском рынке, на российском рынке, на рынке СНГ и в целом как бы на рынке Латинской Америки. То есть, все эти брокеры как бы вот... Сейчас, на самом деле, довольно сложно оценить как бы рынок, потому что большинство брокеров, они работают глобально. То есть, нет какой-то конкретного локального маркета, где они работают. Конечно, есть маленькие форекс-брокеры, которые стараются работать только на каком-то локальном маркете. Но очень быстро они обнаруживают, что фактически они могут предоставлять свои сервисы онлайн удаленно на всех рынках. Так вот, возвращаясь обратно к нашей теме, какие вообще тренды наблюдаются сейчас? Ну, начнем с того, что, как я уже сказал, одна из главных проблем на текущий момент на рынке, это то, что очень сильно возросли требования к финансовым компаниям. И сейчас практически, если раньше вы могли просто открыть какую-то обшорную компанию, открыть банковский счет, купить торговую платформу, подключить котировки, подключить какого-то поставщика ликвидности, подключить платежную систему, сделать сайт и начать работу. То сейчас, вот этот первый шаг получить лицензию, открыть банковский счет, подключить платежные системы, вот этот кусок работы, он занимает неоправданно много времени. И самое главное, что получение лицензии, даже в слабо регулируемых юрисдикциях или в таких более серьезных юрисдикциях, как Европа, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, стало очень-очень сложно. И вот это, наверное, такая одна из сейчас больших проблем, которая не позволяет вообще в целом как бы новым брокерам быстро двигаться вперед. Потому что регуляторные ограничения уже настолько стали серьезным барьером, что они превысили все технологические ограничения. Второй как бы аспект всей работы – это, назовем его, технологическая составляющая форекс-брокера. На сегодняшний день, с учетом того, что достаточно много появилось на рынке ликвидити-провайдеров, достаточно много появилось каких-то сервис-провайдеров, которые предоставляют околоторговую инфраструктуру для форекс-брокеров, появились какие-то технологические провайдеры, которые предоставляют всякие тузы, плагины, появились достаточно много основных вендоров торговых платформ, появились основные вендоры каких-то торговых систем. Соответственно, вход на этот рынок с каждым днем все падает и падает. И с учетом того, насколько сильно падает входная цена с технологической точки зрения на этот рынок, с такой же скоростью вырастает цена на юридическое сопровождение форекс-брокеров. И вот это, наверное, один из самых сложных моментов. При этом, что цена на технологические продукты падает, соответственно, качество этих продуктов растет. Появляется очень много технологических провайдеров, и эти провайдеры конкурируют с собой. И каждый провайдер вносит все лучшее и лучшее улучшение в их продукты. Причем, что провайдеры, технологические провайдеры, например, такие как B2Broker компания, вносит вот эти изменения на базе запросов от своих клиентов. И, соответственно, это не какие-то выдуманные апгрейды или апдейты этих продуктов. Это улучшения, которые идут со стороны запросов пользовательских. И, собственно, каждое такое улучшение делает продукты все лучше и лучше и лучше. Но с учетом роста сервис-провайдеров и технологии провайдеров на рынке, естественно, цены падают. Но, конечно, если вы хотите купить качественный продукт, на него цены не будут так быстро падать, как, например, на те же продукты, но каких-то, например, компаний с Индией. Потому что в Индии очень много разработчиков, но качество разработки настолько низкое, что они готовы продавать свои продукты по 100-200 долларов и просто лишь бы продать, лишь бы хоть что-то продать. Следующий момент, который в целом наблюдается на рынке Forex, это входная цена на маркетинг-аспект рынка в целом. Потому что на сегодняшний день рынок Forex настолько стал конкурентным, что многие брокеры тратят уже просто огромные бюджеты для того, чтобы достичь какой-то эффективности. И работают настолько с многими каналами, настолько много используют диджитал-каналов, чтобы как можно больше аудиторию обхватить. Соответственно, помимо юридических аспектов, технологических аспектов, есть еще очень важный аспект – это маркетинг-аспект. И с точки зрения маркетинга на сегодняшний день молодым брокерам или каким-то локальным брокерам выйти на глобальный рынок становится достаточно тяжело, потому что маркетинг-бюджеты растут каждый день. Если вы посмотрите на каких-то больших брокеров, то они тратят от 2 до 5 миллионов долларов в месяц чисто на маркетинговый бюджет, который позволяет им привлекать новых клиентов. Потому что сейчас cost per acquisition, то есть стоимость привлеченного клиента, она растет с каждым днем. Например, если вы посмотрите на статистику Google, то запрос в Forex, он уже достигает 100 долларов за клик. То есть вы можете представить себе, какие вам нужны бюджеты для того, чтобы просто рекламироваться по ключевому запросу Forex. Это с учетом того, что есть еще компетиторы, ваши конкуренты, которые пытаются скликивать эту рекламу и так далее. Поэтому на сегодняшний день маркетинг-аспект становится таким ребром. И большинство молодых брокеров, начинающих брокеров, когда они приходят на этот рынок, то конкурировать маркетинговыми бюджетами с большими брокерами они просто не могут. Потому что в технологическом плане на сегодняшний день начинающие молодые брокерские компании фактически, наверное, я бы сказал, ничем по технологиям, если они покупают свои технологии у правильных сервис-провайдеров, не отличаются от крупных топовых брокеров. Потому что на сегодняшний день топовые брокеры используют ту же ликвидность тех же банков, используют тех же сервис-провайдеров, используют тех же ликвидити-провайдеров, используют тех же технологии-провайдеров для торговой инфраструктуры, используют тех же вендоров, у которых они покупают вот эти торговые системы, торговые платформы для предоставления онлайн-трейдинга своим клиентам. Поэтому с точки зрения технологий молодой брокер и какой-то мастандонт по технологиям они уже не конкурируют. Конкурируют в качестве регуляции, конкурируют в разрезе в маркетинговых бюджетах, конкурируют в аспекте умного маркетинга, когда они не просто тратят деньги на привлечение клиентов, когда они тратят эти деньги на поиски эффективных каналов привлечения клиентов. И естественно сейчас большинство брокеров уже начинает конкурировать между собой с точки зрения качества обслуживания клиентов, потому что разница между каким-то хорошим брокером и каким-то молодым брокером она в мелочах. Если у вас те же самые системы, но ваша техническая поддержка отвечает редко или отвечает задержкой или не может квалифицированно дать ответ на вопрос пользователя, то естественно это влияет на весь бизнес в целом. Дальше можно выделить, наверное, момент это доверие, потому что большие брокеры, они имеют тоже и европейские регуляции, имеют и офшорные регуляции. И обычно это сделано так, что, например, на европейских регуляциях список платежных систем, которыми клиенты могут пополнять и выводить свои средства, он намного уже, нежели чем если клиент работает с офшорной регуляцией этого же брокера. Большинство клиентов выбирает какую-то офшорную регуляцию какого-то крупного брокера, потому что это проще, это менее требовательный KYC, это гораздо быстрая регистрация, это гораздо проще ввести депозит, начать торговать и вывести свои средства обратно, нежели чем это делать через регулируемого брокера. Но, тем не менее, в рамках конкуренции вот это доверие, а доверие формируется с помощью лицензий, с помощью ваших финансовых балансов, с помощью ваших маркетинговых бюджетов, с помощью вашей поддержки. Вот все это формирует это доверие. Поэтому такой очень серьезный совет молодым брокерам обращать внимание на качество поддержки, развивать какие-то умные пути маркетинга, например, такие как какая-то серьезная реферальная программа, где вы будете клиентам платить за проторгованные лоты, где вы будете клиентам платить комиссию, например, с маркапов или с части спреда, или вы будете платить процент с комиссии за сделки. Вот это все, например, реферальная программа, я считаю, что это один из самых эффективных вариантов маркетинга, потому что, фактически, если у вас будет хорошая прогрессивная система, аффилейт-система для айбишников, то партнеры придут к вам. Но партнеры должны знать, что у вас качественное обслуживание клиентов, что у вас хорошие торговые условия, что у вас не овер-комиссии на рынке, не овер-маркет-комиссии, и, собственно, они должны доверять вам в целом, как компании, то есть вы должны тоже инвестировать деньги в регуляцию. Дальше что еще можно сказать, что есть такие хорошие инструменты, как, например, запуск социального трейдинга. Мы можем сейчас посмотреть как бы на рынок в целом, и те брокеры, которые в своих сервисах, в своих продуктах запускают какие-то вот инструменты копи-трейдинга, социального трейдинга, они тоже становятся достаточно успешными, потому что аффилейты привлекают им трейдеров, которые становятся мастерами, а хорошие мастера приходят на хорошие торговые условия и дальше, торгуя на хороших условиях, они зарабатывают себе прибыль и зарабатывают прибыль инвесторам, которые подписались на них. Соответственно, вот такая цепочка как бы аффилейт, копи-трейдинг, хорошие торговые условия, регуляция, качественное обслуживание клиентов, как можно более широкий спектр платежных систем для приема, как можно более широкий спектр вариантов, методов для вывода депозита. Вот это все и формирует конкурентные преимущества того или иного брокера. И когда мне говорят, что сейчас рынок Форекс уже настолько созрел, что нет свободных путей для конкуренции или нет вариантов качественной конкуренции, то такие товарищи, такие люди, скорее всего, заблуждаются, потому что они не смотрят на рынок более широким взглядом и не понимают вот этих деталей. Соответственно, когда вы решаете запустить своего брокера или вы думаете о том, как увеличить продажи вашего брокера, как вам сделать экспансию на какие-то другие рынки, прежде всего думайте о всех вот этих моментах, которые я перечислил. В завершении, что хотелось бы сказать, всегда обращайте внимание на технологические продукты с точки зрения не функций их, а с точки зрения удобства пользователям, удобства пользователей для того, чтобы эти функции помогали вашим клиентам зарабатывать деньги и помогали вашему брокеру легче привлекать этих клиентов. То есть технологии ради технологий, они не работают. И очень многие компании, которые запускаются на рынке, они пытаются заново написать свои технологии, они пытаются набрать IT-команду, они пытаются сделать себе новый кабинет или они пытаются сделать новую систему копитрейдинга, или они пытаются сделать какие-то там новые инструменты. Это все не имеет никакого смысла. Основная задача брокера – это крутой маркетинг, это юридические аспекты вашего брокера, это как можно более широкий спектр возможностей приема депозитов и выплаты, как можно лучшее обслуживание клиентов и собственно как можно более качественно какая-то аффилейт программа. Нужно разработать какую-то качественную бонусную систему. Эти бонусные системы в зависимости от сезона, в зависимости от каких-то праздников нужно менять, приурочивать их каким-то датам. Далее нужно делать экспансию на те рынки, которые растут, на те рынки, на которых еще торговые объемы до сих пор растут. Например, Азия, Япония, вот эти страны – Таиланд, Вьетнам, вот эти страны, где рынок форекс все еще продолжает расти. И поэтому молодым брокерам очень важно именно на вот эти факторы обращать внимание и строить свои стратегии, базируясь именно вот на таких как бы вещах. Собственно, очень тщательно стоит подходить к выбору вендора, с кем вы будете работать. Очень важно как бы сделать так, чтобы в ваших торговых терминалах были крутые цены, хорошие комиссии, хорошие торговые условия, хорошие объемы в стаканах на эти цены. И самое главное, чтобы у вас был как можно более широкий спектр торговых инструментов, потому что на сегодняшний день все идет к тому, что клиенты хотят возможность торговать как можно по более лучшим ценам, как можно более широким списком инструментов и как можно иметь лучше торговые условия, торговать с брокером, которым они доверяют. Не обязательно это должна быть какая-то там серьезная американская лицензия. Вы можете сделать какую-то офшорную, сделать себе офшорную лицензию и потом параллельно делать европейскую и работать под несколькими юрисдикциями. Соответственно, вот это те моменты, на которые нужно обращать внимание и то, куда нужно идти. Потому что рынок Форекс, он продолжает расти каждый день. И все эти слухи о том, что рынок Форекс мертв, либо рынок Форекс потихонечку сдувается, идет вниз, они все не оправданы. Это лишь только слухи и их плодят в основном те брокеры, у которых это не получилось. Или какие-то большие брокеры, которые не хотят, чтобы новые брокеры появились на рынке и создавали им конкуренцию. Поэтому, друзья, более тщательно подходите к выбору своих стратегий на этом рынке. И сейчас, я считаю, одно из самых лучших, один из самых лучших моментов для запуска своего Форекс брокера. Потому что на сегодняшний день технологии и цена входа на этот рынок низки, как никогда. И если у вас даже нет каких-то огромных маркетинговых бюджетов, чтобы конкурировать с большими брокерами, вы можете начать этот бизнес более грамотными путями, маркетингами. Что я уже говорил ранее. Поэтому, друзья, дерзайте. Пишите комментарии. Заходите на наш сайт b2broker.net. Пишите нам свои вопросы. Потому что компания b2broker – это не только технологии. Это опыт для всех клиентов. Это, собственно, вся наша экспертиза, которую мы собираем по кусочкам, по частицам со всего рынка. Со всех наших успешных клиентов. И все это аккумулируем в один успешный какой-то кейс. Все это закладываем в функции наших систем и предлагаем это брокерам. Поэтому те брокеры, которые начинают свой путь вместе с b2broker, получают технологии самых топовых брокеров. И могут буквально за год-два превратиться в реально большие финансовые институты. И все это делается в кейс. Пишите на нашу систему. Продолжение следует...